Глава 20 Глава 20 Содержится утверждение слуха и зрения Всевышнего Аллаха В аяте сказано, поистине Аллах слышащий и видящий Когда Абу Хурейра, ради Аллаху анх, читал этот аят Он поставил свой большой палец на ухо, а указательный на глаз И сказал, я слышал, как посланник Аллаха, салли Аллаху алиюсалям, читал этот аят И поставил свои два пальца именно так Ученые сказали, что пророк, салли Аллаху алиюсалям, поставил большой палец на свое ухо А указательный на глаз, чтобы утвердить наличие атрибута А не для того, чтобы уподобить Аллаха творения Он хотел утвердить, что Аллах действительно слышит и видит Ни одно творение не подобно Аллаху Ни в слухе, ни в зрении, ни в чем-то другом Таким образом, этот аят и хадис несет в себе следующие пользы Первое утверждение имени Аллаха Ас-Сами, слышащий Утверждение имени Аллаха Аль-Басир, видящий Третье, слух и зрение, это действительно атрибуты Аллаха Иначе говоря, их нужно понимать в буквальном, а не в переносном смысле Именно для того, чтобы утвердить это, пророк, салли Аллаху алиюсалям, сделал такие знаки своими пальцами Четвертое, этот хадис и аят служат опровержением в адрес тех, кто отрицает наличие у Аллаха слуха и зрения Наличие у Всевышнего Аллаха этих атрибутов отрицают жахмиты и мантазилиты Что касается ашаритов, то они утверждают эти атрибуты среди тех семи атрибутов, утверждаемых ими Первая – жизнь, вторая – речь, третье – зрение, четвертое – слух, пятое – знание, шестое – могущество, седьмое – желание Эти семь атрибутов ашариты признают, а все остальные атрибуты Аллаха они искажают Что же касается мантазилитов, то они не признают ни один из атрибутов Аллаха Они признают лишь имена Аллаха, считая, что эти имена не несут в себе никаких смыслов Они говорят Да у Аллаха есть имя Ас-Сами, слышащий, но он не слышит Да у Аллаха есть имя Аль-Басир, видящий, но он не видит Такое утверждение является ложным Что же касается жахмитов, то они отрицают и имена Аллаха, и его атрибуты Данный аят и хадис служат опровержением в адресках жахмитов, так и мантазилитов Конец 20 главы